Как приятно дарить подарки и радовать близких. Для петербургцев настоящим подарком стал фестиваль «Песни Воскресения», организованный молодежным отделом Петербургской епархии. Прошел фестиваль в Митрополитчем саду Александра Невской Лавры. Хорошая музыка, радостные лица. Каждый участник первого епархиального молодежного фестиваля «Воскресения» пришел для того, чтобы поделиться своим голосом, своими песнями. Цель фестиваля – налаживание связей между молодежью церковных приходов, развитие творческих способностей, популяризация народного творчества, приобщение невоцерковленных участников к христианским ценностям. Здесь, в Митрополитчем саду, очень хорошая погода, теплая. Все цветет вокруг, благоухает. И молодые артисты пришли, которые вместе впервые, может быть, собрались. Те, кто занимается песенным творчеством. А сейчас очень много таких людей, которые сочиняют, исполняют, и могут поделиться частью своей души, потому что песня, ну, в России всегда это что-то очень-очень важное. Что не скажешь словами, споешь в песне. Участники фестиваля своим творчеством показывают свое отношение к миру. О чем поет душа молодых талантов? Свет сильнее тьмы. И я хочу, чтобы люди в это верили. Поэтому в моих песнях, в моих стихах, в моем творчестве, ну, это все отражается. Только в любви человек может полностью раскрыть себя. Только любя себя, любя ближнего своего, он может дарить тепло и радость. То, для чего мы рождены. Фестиваль — это поток, попав в который, ощущаешь, как вырастают крылья. Песни участников своими смысловыми, настоящими текстами возносят вверх, в небеса. Фестиваль — калейдоскоп талантов, увидев которых, понимаешь, как щедро Господь любит своих детей. Каждого наделяет особым даром. Участники самые разнообразные, так же, как и жанры. Группа «Атриум», играющая фолк-рок. Аполлинария Кондратенкова, исполняющая русскую лирику и многие-многие другие. Неожиданно для участников фестиваля пошел дождь. И это нисколько не омрачило той радости, с которой они поют, продолжая и сейчас. Дождь только улучшил настроение молодежи. Отец Сергеевич Инашвили спел тематическую песенку, что всех участников очень порадовало. Под крики «Браво» отец Сергий передал музыкальную эстафету гостей фестиваля Ольге Брачиной, чьи песни молодежь уже знает наизусть и с радостью подпевает любимой певице. Чувство, что царит очень дружеская атмосфера, и это очень замечательно, когда человек, возможно, впервые публично выступающий, оказывается в такой атмосфере среди своих друзей. Это очень здорово. И чувствует поддержку. Дай Бог этому фестивалю развиваться, расти. Думаю, что он никогда не утратит эту атмосферу, которая так свойственна молодой православной молодежи. Буду правду я искать, правду Божию. О, запуск проложит мне бездорожье.